Назначен в данной ситуации и все определено, я тем не менее из принципа выдвигаюсь, требую, чтобы была выборность, чтобы был конкурс, чтобы была альтернатива, открытый, демократичный выбор. И по этой причине требую, чтобы выборы проводились всенародные. Ну, я взял еще справку из психобольницы, что я выдвигаюсь, несмотря на то, что все уже определено как бы сверху, в здравом уме и трезвой памяти, из принципа, а не по заболеванию. А вы не хотите высказаться? Ваше мнение, поэтому. Вот, кстати, наш водоканал, который обанкротили за долг 20 миллионов всего, стоимостью полтора миллиарда предприятий-участников. Миллиард 28 миллионов было взято за 2009-2011 годы якобы на улучшение, модернизацию инфраструктуры, инвестиционную программу оплачивали все жители города Пензы. А потом оказалось, что не додумал Чернок, оказывается, эти вложения нельзя перевести в муниципальные собственности. Вы же частник уже. Жалко, что не доглядел наш Чернок. Он много чего не доглядел. Он, например, отдал в залог, подписал согласие 117 миллионов стоящих в долгих местах и в одежде, за кредит в частный банк одного из депутатов. С этой фамилией заинтересованы есть еще один депутат, который владелец был газелей. И вот так получается, что газели съели своего конкурента строительственной готовности. У нас теперь нет единственных город в России, наверное, где нет городского общественного транспорта, частный, где не оказываются льготы. Ну, а если народно выражается, то у народа украли льготы. Ведь кроме 89-й маршрутки, хотя это является очень малоизместимостью, тем не менее, никакие другие маршруты в год, в проездном по годам, в проездном, нет. Давайте как-нибудь структурируем. Вы здесь вышли с каким заявлением? Я пытался обратить внимание общественности, что должно быть открыто, гласно. Я предложил через интернет с помощью гражданского союза разместить информацию. Я здесь покажу в пресс-конференции, как кандидат в мэры, чтобы люди видели, кто идет, с чем идет, и насколько честные эти люди, корыстные или правдивые. Я хотел здесь встретиться с другими кандидатами, предложить им открытые, честные дебаты, как я всегда и настаиваю. Они согласились? Я ответа их не знаю, тем более, что список оказывается засекречен. Вместо публичного обсуждения, доведения информации, вот я обратился к прокурору о том, что считаю, в данном случае, конкурсная комиссия, когда не дает информацию о выдвинувшихся кандидатах, это фактическое введение цензуры, нарушение Конституции. Я требую привлечь к ответственности тех, кто засекретил публичный процесс появления мэра в нашем городе. Отменить положение, если на такое ссылается конкурсная комиссия, и провести открытые дебаты всех конкурентов на эту должность. А вы сейчас являетесь кандидатом? Когда я четвертого принес документы, мне сказали, что я единственный, кто принес документы. Тогда я заявил, что если я единственный, я сниму свою кандидатуру, потому что должна быть альтернативна. А если даже меня и выберут, то потребуют, чтобы было всенародное одобрение голосований моей кандидатуры. Вот Владимир Борисович, введет по защите прав человека, пояснить эту позицию открытости, властности выборов всенародных. У нас сегодня праздник День прав человека международный, о чем вы не узнаете из наших местных газет.